Какие ниши лучше рекламировать? Ответ следующий. Есть несколько моментов. И сразу же отсыл к вопросу, что лучше, Яндекс.Директ или Google AdWords. Я прямо даже сразу открою. Где-то у меня есть презентация. Я вам прямо покажу по презентации. Так будет проще. Сейчас, одну секундочку. Первое, что я сразу хочу показать, на самом деле, это что настраивать проще, Яндекс.Директ или Google AdWords. Потому что это следующий будет отсыл к нишам. Сразу скажу, что Яндекс.Директ настраивать сложно, а Google AdWords легко. Как бы вы с этим со мной не спорили, потому что вы думаете, если интерфейс в Google AdWords сложный, то все писец. На самом деле, там упростить интерфейс намного проще, чем в Яндексе настраивать рекламные кампании. Потому что в Google AdWords можно закрыть лишнее. И это и есть возможность такая. Просто там сразу все открыто. Все настройки, вкладки и так далее. Плюс там есть еще тот же самый AdWords Editor, через который можно все элементарно, по-моему, сделать. Видео-уроки на эту тему есть, в том числе и в автотренинге директологов. Там есть именно по новому редактору Google AdWords. Это вот версии 11 и выше. И по старому, по 10-й версии Google AdWords Editor. Так вот, а по объему пользователей, конечно, Google AdWords единственный, где он преобладает, это в Москве и Московской области. Если считать только Россию. Второй момент. Если говорить про Беларусь, конечно, там тоже идет охват все-таки Google AdWords. И настраивать нужно, я лично считаю, все-таки Google AdWords на первом этапе. Как и в Москве и Московской области для большинства ниш. На Украине там делится восток-запад. Тут все как раз на слайде есть. То же самое, где искать ключи. Обычно сложности составляют Keyword Planner. Тот же самый Google Trends, который вообще ни тем, ни другим никто не пользуется. В принципе, правильно, потому что ключи в Keyword Planner вообще какие-то сумасшедшие, особенно если их расширенные брать. А Wordstat – это Wordstat, с которого всегда все берут ключи. И самое интересное, что если открыть Google Trends, я могу это вам показать очередной раз, уже, по-моему, 100 тысяч в миллионный. Если открывать Google Trends, и это Google Trends, да, тут есть маленькая кнопочка. Вот здесь она была. Сейчас. Опять они переделали, а? Паразиты. Популярные. Нет, мне не популярные нужны. Да, понятно. В центре внимания климат. Нет, сейчас, секунду. Нет. Господи, куда они ее запихнули на этот раз? Популярные. В центре внимания. Сейчас, господа, анализ. Эксплор, точно. Так вот, если сюда добавить Яндекс.Директ, ну, как вы видите, Google постоянно что-то меняет, в отличие от Яндекса все-таки. Так вот, если синее брать Яндекс.Директ и Google AdWords красным, и поменять весь мир, естественно, на нашу страну, третьего мира, Россию, ну, так считает Google, то мы видим, что Яндекс.Директ просто катастрофически растет. Сейчас я приближу специально, покажу, что количество рекламодателей, то есть людей, которые запрашивают именно Яндекс.Директ, ну, катастрофически растет. Просто катастрофически. А Google AdWords количество рекламодателей просто падает. И поэтому, я не знаю, есть ли смысл особо сильно настраивать Яндекс.Директ и заморачиваться, если Google AdWords, это в принципе... Ну, для Москвы, Московской области, я считаю, что это действительно преобладает. Вот если убрать отсюда Яндекс.Директ и Google, да, ну, здесь, к сожалению, ничего не... Если мы просто добавим Яндекс.Директ и Google, ничего мы не поймем, но по исследованию Google действительно начинает пользоваться все больше и больше людей. Ну, опять же, если говорить в контексте Москвы и Московской области. Так вот, поэтому количество рекламодателей в Яндекс.Директе растет, а количество рекламодателей в Google AdWords падает. Количество рекламодателей, рекламодатели – это вы. Вот. Средний возраст аудитории тоже уже сейчас хороший покупательский у Google вполне, у Яндекса непонятно, опять же. У них все обычно подряд идет. Теперь по поводу, какие стоит выбирать ниши. Сейчас я, секунду. О! Нет, единственное, что тут по запросам идет. Сейчас найду. Где ж тут? Неужели нету? Ладно, рисую тогда заново просто. Не суть. Даже вверху нарисую. Смысл какой? У нас есть несколько типов ниш, которые мы должны… которые просто есть. Если со стороны именно маркетинга смотреть, то это именно идеальное, я считаю, разбиение, да, разбитие этих ниш. Первое и самое важное у нас идет на первом месте – это единица или маржинальность товара. Я думаю, вы со мной спорить не будете, это одно из самых важных показателей. То есть, если у вас маржинальность товара 500 рублей или 500 тысяч рублей, разница довольно-таки сильная. Второй момент – это количество аудитории. Сюда же относится и количество конкурентов, потому что количество конкурентов обычно, прямо пропорционально количеству аудитории, которая покупает. Есть исключения, сразу скажу. И третьим этапом у нас идет количество денег, которые мы должны вложить в рекламу, чтобы она отбивалась. Отбиваться начинает реклама, может быть, и даже из копеек, но проблема в том, что, чтобы она действительно приносила хороший результат, вам обычно нужно потратить довольно приличную сумму. Так вот, первая ниша – это там, где есть у нас… Сейчас у меня тут как раз есть картинки, я их скомунижу самого себя. Там, где маржинальность товара либо большая, либо маржинальность товара маленькая. И количество аудитории. Либо ее много. Не буду рисовать человечков, просто напишу много. Либо ее мало. Ну, то есть, когда мало, тогда у нас идет более… Ну, если большой средний чек, то это такая специфичная специфика. Если у нас идет большое количество аудитории и маленький средний чек, это ширпотреб. Ну, в любом случае. И когда большое количество аудитории и большое количество… Большой и средний чек, то это одна из самых лучших ниш зачастую, за которую все хватаются. Это септики, это свадьбы под ключ, какие-то мероприятия под ключ, это ландшафтный дизайн, это какие-то грузоперевозки, это юридические услуги, это постройка домов и бань. Это я просто читаю своих клиентов. На самом деле у меня просто список лежит. Ну и тому подобное. Какие-то… Если говорить про все-таки другие ниши, там, где маленькое количество аудитории, и она специфичная специфика, сюда относятся, например, оптовые какие-то ниши, сюда относятся какие-то услуги, опять же, специфичные, которые очень дорогие, либо которые нужны каким-то… какому-то маленькому количеству людей. Вот, например, сейчас Яндекс.Директ, он превратился в вот такую нишу, где большое количество аудиторий, где то ли все хотят настроить Яндекс.Директ сами, то ли, чтобы им настроили хорошо. Ну, в общем, непонятная какая-то фигня с большой маржинальностью зачастую. И это было до недавнего времени. Сейчас уже, по-моему, большинство людей, реально, вот я сейчас сижу с Фейспелмом, потому что многие люди действительно настраивают дешево рекламную кампанию, и таких людей очень много, которым нужно, чтобы быстро и дешево настроили рекламные кампании. И сейчас ниша Яндекс.Директа, настройки Яндекс.Директа, начинает превращаться в ширпотреб. Просто в ширпотреб. Ну и самое главное, да, ниша – это там, где маленькое количество аудиторий и маленький средний чек. Маленький средний чек, я сейчас сразу сделаю уточнение, чтобы вы не задавали лишние вопросы. Здесь средний чек – это больше. Средний чек – это именно чек продажи. Если хотите говорить про маржинальность, давайте лучше про маржинальность. Маржинальность – это больше 5-10 тысяч, я буду говорить про 10 тысяч больше. Маленький – это меньше. 10 тысяч, и да, и тогда это маленькая маржинальность, где действительно много геморроя зачастую, и очень много ширпотреба идет. На самом деле таких ниш очень много, я думаю, вы все знаете, даже айфоны сюда подходят. Вообще обычная товарка, она вся здесь сидит. По поводу трат в рекламу. Могу заметить, что большинство людей входит в бизнес вообще, либо ребят, которые занимаются маркетингом, пытаются продать кому-то свои услуги, они обычно идут вот к этим людям, у которых большая маржинальность и большое количество аудитории. И шанс, что выстрелит, они думают, что довольно-таки большой. В принципе, они все правильно думают, но тем не менее в рекламу нужно вкладываться, потому что кроме них, кроме вас, все-таки очень много конкуренции там. И настроенные рекламные кампании практически сейчас у всех. Первое. Например, берем окна пластиковые. Как вы понимаете, взять и получать заявки за 200, за 300 рублей, прям с первого же раза просто настроил контекстную рекламу и сразу получаешь заявки за 300 рублей, такое просто не бывает. Ну, во-первых, у вас новый аккаунт, у вас сырой тот же лендинг, сайт, у вас не настроенные до конца, ну, вообще даже ключи не доделанные, потому что вы все равно не можете до конца сделать ключи идеально. Нельзя их настроить идеально до запуска рекламной кампании. Их можно понять, можно понять, что ключи говно только после того, как вы потратите какие-то деньги. Либо что-то работает, что-то не работает. Ну, всегда есть что-то же, что нужно допиливать и доделывать. Кстати, на этом, в принципе, и держится бизнес по настройке контекстной рекламы, по, не знаю, созданию лендинг-пейджей, сайтов и так далее, тем более сайтов. Сайты всегда надо допиливать, лендинги тоже надо доделывать, переделывать и так далее, и так далее, и так далее. То есть куча приходит людей, которые думают, что если заново сделать из страшного лендинга красивый лендинг, то он 100% попрет. Это, конечно, полный бред, потому что нужно анализировать, смотреть, что в старом не работало, ну и так далее. В общем, многие люди думают, что эта ниша идеальна. На самом деле здесь действительно нужно потратить много денег даже для теста, потому что есть такая вещь в рекламе, это называется тест, тестовый бюджет. Когда вы вкладываете, например, 10, 15, 20 тысяч рублей, и вы в какой-то момент понимаете, что с 20-20 тысяч рублей я могу получить теоретически 3 клиента. При том, что у меня корявое то, корявое сё и так далее. То есть вы сразу сможете посмотреть воронку, посмотреть, что у вас на сайте плохо работает, что работает хорошо, выбросить, поменять. Причем это можно делать без АБТеста. Я вам даже секрет открою. АБТест нужен далеко не всегда, а люди почему-то, вот реально очень много клиентов приходят, которые говорят, а вы делаете АБТест? А вот можно сделать? Да можно, конечно, вопрос нахер нужен, если видно, где косяки и так. Там и без АБТеста все понятно. Многие люди и рекламщики пытаются просто втюхать подороже то, чего, в принципе, оно не стоит. Тот же АБТест, да, который можно настроить через Google Analytics бесплатно впихивать за 40, за 50 тысяч рублей, это, конечно, просто, это круто. Я ничего не могу сказать. Вот. Если говорить про ширпотреб, то здесь вообще нужно вкладывать очень много денег. И люди это тоже не понимают. Я прям напишу очень много, потому что для каждой ниши по-своему. Обычно я пишу цифры, но в этот раз не буду их писать, потому что здесь действительно очень такой неоднородный момент с нишами, потому что в тех же айфонах или тимберлендах у них у всех абсолютно разный порог входа. То есть где-то нужно потратить 40 тысяч, где-то надо потратить 50 тысяч, если по Москве, в Московской области. Да, многие люди к вам придут и скажут, а мы начали получать заявки с вложенных 2 тысяч рублей, и они будут правы, потому что первую заявку получить действительно можно там с первой тысячи рублей, с 500 рублей, но получить статистику, а что самое важное в контекстной рекламе, это статистика, к сожалению, они не получат. И эти люди, скорее всего, завтра закроются, потому что у них появится куча-куча проблем, о которых они даже не подозревали. Ну и самая крутая ниша, которую действительно стоит браться, это специфичная специфика, потому что возьмите любой бизнес-инкубатор, абсолютно, вообще, посмотрите, на чем люди делают деньги. И обычно люди смеются, как можно там на том, на каком-то мыле, на, не знаю, на каких-то ERP-системах банковских, ну, SAP ERP-системы, я имею в виду своих клиентов даже, на еще каких-то совсем дебильных нишах делать просто потрясающие продажи. Почему? Да потому что там практически нету конкуренции. И если она и есть, и опять же, это не относится к допускам СРО, допуски СРО, например, относятся сюда. Сюда относятся такие ниши, в которых действительно мало запросов. Вот раз уж спросили про цифры, я, конечно же, отвечу. Количество аудитории стоит делить много, это, давайте будем брать хотя бы, если есть 10 тысяч вообще запросов. То есть запросов таких тематических, например, по ремонту квартир, их там в районе 50-60 есть. Это ширпотреб с большим, с большим средним чеком, да. Если меньше 10 тысяч, то это ваш ниш. Чем меньше, тем лучше. Тот же самый купить, продать самолет, Боинг и так далее, очень мало запросов. И если вы реально продадите самолет, вы получите охренеть, как много денег. И в директе есть клиенты на эти темы. Они всегда есть. Как найти специфичную специфику? Вам никак. То есть если вы ее не видите вот так вот перед собой, значит, это не для вас. Значит, надо искать человека, который знает эти темы специфичной спецификой. Это продажа какой-то, опять же, техники, какой-то техники, какого-то... Даже не знаю, что еще. А, кстати, опыт не весь сюда относится. Например, песок, сахарный или просто обычный песок, или какой-то щебень и так далее, он относится вот к этой нише. То есть там очень много запросов все равно и очень большое количество конкурентов. Есть еще несколько нишек, о которых все-таки стоит знать. Это две ниши, я их просто напишу, я не буду о них особо сильно разглагольствовать. Это сезонность, сезонные ниши. Это продажа елок, потому что вы же не будете весь день, весь день, весь год сидеть на продаже елок, правда? Вы продадите елки к Новому году и через два месяца запустите новый бизнес. Это те же самые септики, которые умирают в... Когда-то у нас получается, ноябрь, декабрь, они просто умирают. Это какие-то... Ну, подарки тоже. Подарки очень такая тема специфичная. Если брать именно чисто подарки, да, магазин подарков или что-то еще, тоже очень сезонный. Можно говорить о туризме тоже как сезонный. Как-никак люди... А, ну, продажа цветов, сезонность, очень такая ярко выраженная есть. И самое интересное, что есть еще одна ниша, это ниша тренды. Я думаю, что все вы о них знаете. Это как раз те ниши, которые не относятся к этой таблице. Потому что сезонность может просто ударить по карману больно. То есть тогда, когда идет большая маржинальность, большое количество аудитории, в какой-то момент количество аудиторий сжимается до пипирки. А количество конкурентов остается то же самое. И в этот момент сезонность, она просто дает о себе знать, потому что клиент начинает стоить уже не тысячу рублей, не две тысячи рублей, а семнадцать тысяч рублей. Да, выжить можно, но это прямо обычно волосы все рвут рекламодатели на себе. И ниши тренды. Ниши тренды – это очень простая вещь. Это те же самые куклы, блин, летающие феи, это хомячки. Летающих фей я застал в самый разгар, когда они продавались. Мы делали лендинги, когда ни у кого не было лендингов, на летающих фей. Мы застали, что мы там, моноподы застали. Мы застали. Именно как одни из первых. То есть я не говорю про CPI-сети, далеко к ним не буду сейчас заходить, но ниши тренды – это очень-очень аккуратный рынок, ширпотреба, при том, что маржинальность товара обычно очень маленькая, то есть это относится вот к этой вот третьему вариации, но к третьему виду ниши. Но при этом при всем тренды всегда были нишей, когда большое количество людей, которые хотят купить, маленькое количество конкурентов. И у вас огромный безлимитный рынок, но в какой-то момент появляется огромное количество конкурентов, и самое печальное, когда этот тренд уходит. То есть остаются какие-то конкуренты, которые это продают, там те же хомячки, хомячков в смысле. Но при этом при всем аудитория уже не та. Да, кстати, обувь даже не с роликами, а обувь еще с этими, с лампочками. То, что тоже уже полгода назад было трендом. В принципе, где можно найти все эти тренды, лезьте просто на Алиэкспресс, там все понятно. Даже по Алиэкспрессу. Я не буду говорить, там есть еще несколько приколов.